Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и мой еженедельный анализ по торговой стратегии Scalping Intraday. Сегодня 8 марта, всех женщин поздравляю с праздником женщин-трейдеров. Кстати говоря, по статистике считается, что женщин-трейдеров меньше, вообще небольшое количество совсем по сравнению с мужчинами. Но те женщины, которые трейдеры, процент успешных трейдеров среди них выше, чем у трейдеров мужчин. Поэтому желаю вам поддерживать эту планку высокую и зарабатывать вместе с компанией A-Markets. Итак, перейдем к нашему терминалу. Точнее не терминалу, сначала по календарю пробежимся. Так, на сегодняшний день уже рассматривать нет смысла. Завтра, во вторник, можно посмотреть ВВП по Японии. 4,50 очень рано. Затем, да больше, собственно, тут. Ну, по еврозоне, да, по еврозоне в 15 часов тоже по Екатеринбургу возможно будет волатильность повышенная. Так, в среду. В среду единственное, что нас может порадовать, это решение Банка Канады по процентной ставке в 20 часов. Думаю, что волатильность будет на уровне. Так, и в четверг решение ЕЦБ по процентной ставке по депозитным средствам. Вот здесь вот 17.45 накопилось новостей. Ну, возможно, еще вот выступление председателя Банка Канады, зампредседателя, в 23.30. Ну, кто не спит, тот может посмотреть на канадский доллар. Так, перейдем к терминалу, посмотрим, что у нас по евро сейчас происходит. Нисходящий тренд просто усиливается и усиливается. Евро не собирается останавливаться. Какие у нас здесь ближайшие уровни поддержки? Вот, в принципе, достаточно старый, древний уровень. Я думаю, на него можно приглядеться, к нему можно. Вот такой. Это будет зеркальный уровень. Вот хороший зеркальный уровень. Если до него дойдем, то в этой зоне можно брать покупки. Ну, это, конечно, еще далековато. Значит, что у нас вот на этой неделе? Вот у нас уровень хороший зеркальный в этой зоне. Ожидаем продажи, если вернемся. Ну, евро, собственно говоря, с таким хорошим темпом идет вниз, поэтому оно может очень быструю коррекцию показать, как вот здесь. Видите, была коррекция. Такие движения существенные достаточно. Здесь он может еще гораздо большую показать коррекцию. И тогда продаем отсюда. Вот. Так что посмотрим по М30. Ну, в уверенном тренде, скажем так, все остальные линии, они очень ненадежные. Да, можно тут нарисовать что-то такое. Увидеть, да. Увидеть то, чего нет. Но я бы не стал этого делать. Очень все это слабо. А вот этот уровень очень хороший зеркальный. Вот так его продлил даже. Вот так на продажу. Так, ну, дальше посмотрим. Евро-фунт. По евро-фунту могу наметить вот эту вот линию поддержки, которая может стать сопротивлением. Вот здесь можно рассмотреть продажи. Также у нас есть довольно-таки крутая линия. Вот такая. Но можно, только если очень краткосрочно вот здесь продавать. Либо усредняться вот здесь потом, если пробьет она ее. Пока больше ничего не вижу хорошего. По фунту находимся в консолидации. Здесь 30-минутный график, да? H1, M30. В рамках вот этих вот коридоров, вот этих зеленых линий находимся. На этом можно уже убрать. Наверное, пока... Пока что больше... Подождем, пока выйдем из этой консолидации. Тогда может что-то наметиться. Сюда, если пробиваем. Это у нас линия будет сопротивления. Если сюда пробьем, будет линия поддержки. Зеркальный. Золото. По золоту картина такая же, как по евро. Движемся вниз. Ну, собственно говоря, укрепление доллара, видимо, провоцирует движение остальных пар вниз. Поэтому, что у нас есть? Какой-то глобальный нисходящий канал. В рамках которого можно двигаться. Ну, и, собственно говоря, продавать, если будем возвращаться к этим уровням. Да? Вот к этим вот. К этим зонам. Можно попробовать здесь продавать. Ну, золото такой инструмент достаточно. Своеобразный. Вот еще вот такая вот есть линия. Вот она здесь хорошо прослеживается. Если до сюда доберемся, тоже можно продавать. Вот так бы я рассмотрел. Такой веер продаж. Так, бренд. Что у нас по бренду? Ну, да, хорошая коррекция идет. Закрылся гэп. Да, классика жанра, кто любит гэпы. Но пока что, пока что нужно подождать. Вот когда такие хорошие коррекции, возможно, сейчас будет рисоваться какой-то треугольник. Да, какой-то консолидирующий треугольник. И тогда в рамках него уже будем поработать. Сейчас пока что здесь очень все непредсказуемо. Ну, давайте канадец взглянем на прощание. Ну, вот по канадцу мы, кстати говоря, вот здесь вот в консолидации, в такой интересной. Только что отбились, да, фактически. Вот, очень хорошо. Поэтому, поэтому возникнет зеркальный уровень. Если он сейчас пойдет ниже и будет возвращаться сюда. Здесь вот будем продавать. Надеюсь, вы меня поняли. Так, ну что у нас еще с этими уровнями? Да, вот тоже какой-то такой уровень нарисовался. Видите, такая зона какая-то интересная, которая вот так вот себя. Нет, нет, да, отрабатывает. Тоже на нее на внимание обратите. Вот. Ну, пока все. Следите за точными входами, подписывайтесь на канал. Всем хорошей торговой недели. Всем пока. Торгуйте с удовольствием.